Всем привет ребята, меня зовут Богатий Ищиди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня у меня есть пачка информации, которая может шокировать каждого, у кого нет криптовалюты, кто не купил ее еще в марте 2020. Эта информация связана с американскими потребителями, их долгами, кредитными картами и банковскими аккаунтами. Я взял США в качестве примера, но в других развитых странах ситуация крайне похожа. Но мы рассмотрим только Штаты и сделаем выводы. Пока по телевизору говорят, что экономика как никогда сильна, потребители товаров и услуг тратят рекордно много, мы видим новые шокирующие данные, которые подтверждают, что это абсолютная ложь и на самом деле в экономике происходит катастрофа. На самом деле мы приближаемся к рецессии. Итак, давай не тратить время и перейдем к новостям, данным и графикам, которые мы так любим. Но прежде не забудь поставить лайк, для тебя это 2 секунды, а для меня огромная мотивация. Вот что делают твои лайки, посмотри на эту безумную статистику. Огромное спасибо за такое начало года. А теперь посмотри на это. Потребительский долг в США взлетает на рекордные 40 миллиардов долларов за один месяц. То есть каждый день он рос в среднем на 1,3 миллиарда долларов. Это в два раза превысило прогнозы. Bloomberg пишет, потребительские займы в США выросли в ноябре 2021 до рекордного уровня. Кроме этого, чрезмерно выросли остатки по кредитным картам и по невозобновляемым кредитам. Это достаточно тревожно, друзья. Люди массово влезают в долги и используют кредитные лимиты в то время, когда процентные ставки вот-вот вырастут аж целых три раза в этом году. Я думаю, вот что происходит. Люди привыкли к финансовой помощи в виде стимулирующих чеков от правительства. Они просто привыкли к этим дополнительным деньгам на банковском счету. Это привело к тому, что их привычки тратить деньги полностью изменились. Люди привыкли больше гулять, больше тратить. И теперь, когда ФРС США начинает прекращать накачивать экономику деньгами и прекращает раздавать вертолетные деньги под 0%, люди не хотят отказываться от своих привычек и начинают опустошать кредитные карты до отрицательных балансов. В дополнение к этому мы видели огромное, рекордное количество уволившихся рабочих в ноябре. 4,5 миллиона человек. Эти люди тоже могут зависеть от кредитов, чтобы пережить время безработицы. Это и доказывает, что хотя они и говорят нам, что безработица ниже прогнозируемой, около 3,9%, все мы понимаем, что реально безработица намного выше. Посмотри на эти два графика. Первый отображает изменения закредитованности населения. Он также сообщает о рекордном и беспрецедентном росте остатков на кредитных картах. Как мы видим на графике, скачок долгов в 2022 оказывается самым большим за 60 лет. И это совсем нехорошая новость, особенно в свете запланированного ФРС США роста процентных ставок. Нижний график показывает нам изменения тенденций на рынке возобновляемых долгов. Это студенческие займы, автокредиты и так далее. Мы видим, что рост этих кредитов также на рекордных значениях. И в последний раз на таком уровне он был где-то в 90-х годах. А теперь послушай предупреждение от экономистов Bloomberg о том, что может произойти с накоплениями людей и их финансовой подушкой, которую они накопили на чрезвычайный случай. По оценкам Bloomberg, домохозяйство в США с годовым доходом ниже 90 тысяч долларов исчерпает свои финансовые подушки к февралю этого года. Причиной взрыва рынков в 2021 году является бесконечная печать денег и их вливание в экономику под 0%. Кроме этого, часто людям даже не нужно было платить аренду и ипотеки. Но теперь мы видим результат. Огромная инфляция, люди увольняются с работы, мы видим, как улетучиваются финансовые сбережения и как растут кредиты. Похоже, что Илон Маск не ошибается и дело действительно идет к рецессии во второй половине 2022 года. Кстати, если не видел это видео, ссылку на него я оставлю в описании. Следующий график показывает нам личные сбережения людей. Мы видим, что в апреле 2020 года они взлетели до рекордных величин за последние 12 лет. Но сейчас, как мы видим, сбережения людей упали катастрофически. Мы упали даже ниже отметок, которые были до коронавирусной рецессии в марте 2020. Еще один индикатор, который отлично отображает состояние экономики, это индекс потребительских настроений. На это тоже нужно обратить свое внимание, потому что если потребители не тратят деньги, компании не получают доходы. А если компании не получают прибыли, это значит, что рынки должны падать. Чем выше этот график, тем больше настроение тратит деньги у потребителя. И чем ниже этот график, тем меньше настроение тратит деньги. Мы можем видеть пик вот здесь, приблизительно в начале 2020 года, до начала коронавирусной рецессии. После этого краха мы отскочили, но теперь снова падаем и упали практически до отметок марта 2020. Итак, что все это значит простыми словами. Люди влезают в кредиты, чтобы протянуть это непростое время. Сбережения людей практически истощены и закончатся уже к февралю. Индекс потребительских настроений на отметках 2020 года. Инфляция абсолютно уничтожает покупательную способность людей. Им приходится использовать сбережения и влезать в кредиты, чтобы просто выжить. Во времена роста цен на все подряд, роста цен на саму жизнь. Этот путь ведет к катастрофе. Особенно если ФРС действительно начнет повышать ставки при таком высоком уровне долга и инфляции. Это может привести к новой рецессии. Возможно даже к финансовому кризису, во время которого в банках не окажется денег для всех требующих их выдать. Мы должны быть к этому готовы. И на самом деле всех этих проблем можно было бы избежать. Люди, купившие биткоин в марте 2020 года, сделали 20 иксов на пике и 1000% даже после этого падения. Вот зачем нужен биткоин и вот почему я в него инвестировал. Пока инфляция уничтожает покупательную способность людей и заставляет их влезать в долги и тратить все свои накопления, мой биткоин за 2 года вырос на 1000%. За 2 года на 1000%. Но перед тем, как инвестировать, лучше для начала полностью избавиться от своих долгов. Накопить финансовую подушку на всякий случай, накопить запасы еды и воды. Возможно даже организовать способ добывать собственную энергию. Например, у меня на даче есть солнечные батареи прямо на крыше. Так ты станешь намного независимее от системы. Потому что если у тебя есть кредитная карта по 20%, то нет никакого смысла вливать деньги в фондовый рынок. Эти проценты по кредиту все равно сожрут доходы на фондовом рынке. Но как только ты избавишься от этого долга, то фондовый рынок сможет приносить тебе прибыли, не урезанные выплатами долга. А биткоин же может изменить твою жизнь за 3 года. Достаточно лишь подождать. Меня зовут богатейший Ди. Если видео было для тебя интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Также подписывайся на канал Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!